Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу» и сегодня мы беседуем с директором Центральной библиотечной системы Магадана Татьяной Подоматько. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот в Магадане недавно появилась модельная библиотека, что это такое и достаточно ли одной для нашего города? Модельная библиотека по новому стандарту библиотечному, конечно же, отличается от классической библиотеки, к которой мы с вами привыкли. Ну, если говорить сухим языком, то прежде всего это информационное пространство, которое располагает современной мебелью, имеет информационный ресурс и обладает новым современным зданием. Но, помимо всего прочего, конечно же, если мы рассматриваем в широком смысле слово модельная библиотека, это прежде всего то пространство, в котором любому человеку, который зайдет с улицы к нам даже в библиотеку, будет комфортно и уютно. Там, где человек сможет получить какое-то саморазвитие, поучаствовать в мастер-классах. Ну и, одним словом, будет просто комфортно находиться в этом помещении. Конечно же, при работе в модельной библиотеке в целом меняется работа библиотеки. То есть, меняются уже сами мероприятия, которые будут проводиться в этой библиотеке. Персонал должен пройти обучение специально для того, чтобы работать в данной библиотеке. То есть, на самом деле, это огромный комплекс различных мер и самые разные мероприятия, которые будут проходить в этой библиотеке. Да, действительно, у нас 1 октября открылась первая модельной библиотеки, библиотека в городе. Это детский и мужский центр чтения, который находится на Луксе-14. Если вы говорите о том, что достаточно ли модельной библиотеки для города, ну, конечно же, нет. И существует дорожная карта, по которой в следующем году еще две библиотеки из состава централизованной библиотечной системы города Магадана также войдут и получат статус модельная библиотека. Это центральная городская библиотека имени Олега Куваева и библиотека-филиал, которая находится в микрорайоне, Пионерный и носит имя Альберта Мефтохудинова. Насколько было сложно реализовать этот проект? Расскажите, пожалуйста, о сложностях, с которыми столкнулись. Может быть, проблемах или наоборот, все было так просто, как нам всем кажется? Ну, проект модельная библиотека, с одной стороны он сложен, а с другой стороны он прост. Если отвечать, что касается прост, то это прежде всего, казалось бы, просто, да, выиграть в конкурсном отборе, который, собственно говоря, и отбирает библиотеки на протяжении уже многих лет, ну, начиная с 2019 года. Наши заявки прошли очень огромный отбор, то есть самое главное – это составить грамотную заявку. Потом она проходит ряд проверок, проходит, собственно говоря, тот самый конкурсный отбор. И если эта заявка принимается, и она становится победителем этого конкурса, тогда, собственно говоря, и мы можем говорить о том, что, да, в нашем регионе будет создана модельная библиотека. О сложности, на самом деле, очень много можно говорить, потому что даже и требования к самим заявкам меняются. Если мы говорим, как поменялась заявка с 2019 года и нынешние требования, то, конечно же, появляются новые документы, которые нужно предоставить, которые также не всегда так просто их найти. Даже фирмы, которые занимаются. Например, акт о состоянии здания, в котором находятся библиотеки. Я напомню нашим магаданцам, что централизованная библиотечная система состоит из семи библиотек-филиалов Детско-инужеского центра чтения и Центрально-городской библиотеки имени Олега Куваева. Практически все библиотеки-филиалы находятся в домах, в жилых домах. То есть, соответственно, сделать акт о состоянии здания библиотеки – это сделать акт о состоянии здания, собственно говоря, самого жилого дома. Либо же, допустим, как в библиотеке имени Альберта Мефтохудинова, библиотека находится в ДК пионерный, и, соответственно, также акт делается на состоянии здания. Поэтому, действительно, это кропотливый труд, который требует, помимо того, что вложение каких-то физических ресурсов, найти нужно фирму, которая может сделать данный акт, также и финансовый ресурс тоже включается. Но благодаря поддержке мэрии города Магадана данные акты были сделаны, и на те проекты, которые будут реализовываться, и уже реализован проект, действительно, у нас были данные акты. Затем, мы все знаем, что у нас большая проблема по логистике, по доставке товаров. Допустим, та же мебель, которую мы закупали, она шла достаточно долго, были небольшие, скажем так, на небольшой срок сорваны сроки, но это было все в рамках, если учесть нашу отдаленность. Напомню также, что те деньги, которые выделяются на создание модельных библиотек, они остались прежними, то есть как в 2019, так и на данный момент это 5 и 10 миллионов. Конечно же, думаю, ни для кого не секрет, что все растет, все дорожает, и поэтому, соответственно, даже когда ты выигрываешь грант, ты получаешь эти деньги, потом, когда ты приступаешь к реализации, ты начинаешь пересматривать уже твою заявку, допустим, части мебели или техники, потому что, допустим, происходит какое-то удорожание. То есть, собственно говоря, вот сам процесс создания модельной библиотеки, он достаточно живой. То есть нельзя так, вот вы подали комплект документов, вы, казалось бы, все просчитали, все высчитали, но когда ты начинаешь уже приступать к реализации, ты начинаешь заново выходить на поставщиков, договариваться, спрашивать какие-то там, уточнять цены, то, конечно же, здесь идет уже такая вариация, где-то прибавляется сумма, а чаще всего она именно прибавляется, никогда не идет на уменьшение. Ну и также, допустим, в процессе реализации, допустим, какое-то уже учреждение закупило ряд той или иной техники. Здесь мы тоже вольны как бы менять, да, то есть от чего-то мы, допустим, можем уже отказаться, поскольку есть уже в данном учреждении та или иная техника, а закупить что-то другое. То есть это такой достаточно живой организм, заявка для того, чтобы подать и войти в этот проект, модельная библиотека. То есть, конечно же, это вроде бы как и сложности, но с другой стороны, это учит нас мобилизовываться, работать здесь и сейчас именно, то есть каждый раз пересматривать какие-то документы. И, собственно говоря, это только лишь идет нам на пользу, как уже как профессионалам. Какие направления библиотечного дела вы считаете приоритетными? Ну, все библиотечное сообщество сейчас живет в рамках стратегии развития библиотечной работы на территории Российской Федерации до 2030 года. И наряду с такими направлениями, как развитие информационных технологий, на мой взгляд, сейчас на первое место выходит, это помочь нашим россиянам в развитии своего какого-то культурного потенциала. Вот мне кажется, как раз тренд на саморазвитие сейчас – это самое главное. Собственно говоря, модельные библиотеки имеют такую возможность предоставить, помочь талантливым людям собраться в определенном месте, то бишь на территории модельной библиотеки, имея под рукой какие-то информационные ресурсы современные, практически в таком неформальной обстановке, решать какие-то и проблемы, и вопросы нашей территории. И самое главное – реализовывать эти проекты. То есть выдавать тот именно наш культурный, локальный продукт, вот именно учитывая нашу идентичность нашего края. Поэтому, мне кажется, собственно говоря, для этого и создаются модельные библиотеки. И сейчас в рамках проекта «Модельная библиотека» на территории Российской Федерации начинает работу такой проект, который называется «Точка концентрации гениев». Что это означает? То есть библиотека как раз-таки предоставляет возможность на территории самой библиотеки развивать те или иные таланты, искать этих талантливых молодых людей. И мы, в свою очередь, также очень будем рады увидеть молодежь, нашу креативную, современную, в стенах наших библиотек, как модельных, так и пока еще немодельных библиотек. Татьяна Викторовна, спасибо вам за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова